Друзья, этот ролик уже был на канале и ютубу он явно не понравился, поэтому делаем перезалив. Кто еще не видел, надеюсь будет интересно. Приятного просмотра. Продолжение следует... Всем привет, друзья! Недавно на канале вышло видео «Гиены в деле». Там короткие нарезки сражений, где гиены бились со львами. Ссылка будет в описании. Теперь давайте разберемся более подробно в этом противостоянии. В этом ролике мы попробуем понять, почему такая вражда между львами и гиенами. И вы увидите, что не только львы могут убивать гиен, но и гиены могут убивать львов, а конкретнее в нашем ролике именно львицу. Вы на канале Supreme Show. Давайте вместе поставим лайк, подпишемся и ударим в колокол. А теперь поехали! Начнем с того, что обсудим общие показатели этих хищных африканских животных. Первым будет царь зверей. Не зря его так называют, так как в саванне львам нет равных. И крупные, молодые, агрессивные самцы могут нападать на жирафов, бегемотов и даже на слонят. Причем уже не совсем маленьких. Гиены тут совсем не противники. Но одно дело, если гиен 2, 3 или 4. И совсем уже другой расклад сил, если гиен более 20, 30 или даже больше. То царствование льва мгновенно прекращается. И приходится спасаться бегством или биться в прямом смысле слова насмерть. Итак, параметры льва. Крупные, зрелые самцы достигают до 250 килограмм. Самки до 200 килограмм. Длина тела может достигать 2,5 метров. А высота до 120 сантиметров. По разным данным, львы могут достигать скорости примерно до 70 или 80 километров в час. Сила укуса составляет 41 атмосферу. Один из наиболее важных параметров – выносливость. Здесь львы скорее больше приспособлены на короткую взрывную мощь, которая тоже требует определенной выносливости, нежели на долговременную монотонную выносливость. К примеру, как могут охотиться гиены, преследуя добычу десятки километров с довольно немалой скоростью. Следующий пункт – сила. Тут все очевидно. Конечно, лев гораздо превосходит в этом параметре гиену. Один крупный самец может спокойно разогнать небольшую стаю гиен, и вряд ли они решатся на него напасть или тем более попытаться убить. Такое возможно только со старым или раненым львом. Все же в ролике посмотрим и обсудим один случай, как гиенам удалось победить львицу. А теперь перейдем к гиенам, а точнее к пятнистой гиене. Конечно же в стае гиены обладают действительно огромной силой и преимуществом над любыми хищниками. Но мы сейчас посмотрим параметры одной особи. Длина тела около 100-130 сантиметров. Тело довольно-таки массивное. Вес варьируется в зависимости от места обитания. Средний вес взрослых особей у самцов от 40 до 60 килограмм. У самок от 45 до 65 килограмм. Да, самки у пятнистых гиен крупнее самцов. Высота в пределах 80 сантиметров. Цифры все приблизительны. Один из наиболее важных показателей для гиен это сила укуса. Бытует мнение, что у гиен один из самых сильных укусов среди млекопитающих. И при нападении могут дробиться даже кости. Выяснять сейчас мы это не будем, это достойно отдельного ролика. А сама сила укуса достигает 75 атмосфер. Максимальная скорость до 50 или 60 километров в час. И наверное самый важный параметр это выносливость. Она в наибольшей степени помогает на охоте. Тут у гиен очень хорошо развито это качество. Так как за основным количеством добычи приходится бежать по несколько километров. А высокую скорость гиена может поддерживать на расстоянии 5 километров. Это такие марафонцы в саванне. Одной из главных тем является поведение как львов в прайдах, так и гиен в стаях. Львы при охоте достаточно организованы. В среднем в прайд входит около 10-15 особей. Из них один или два самца. Остальные самки, подростки и потомство маленьких детенышей. Такие группы могут достигать 40 особей. При охоте львы используют определенную тактику. Подкрадываясь как можно ближе к жертве. Обычно это 30 метров или меньше. При этом несколько львиц окружают добычу с разных сторон. Если это стадо буйволов, то как только оно оказывается в ловушке, львы нападают на ближайшего, самого слабого или возможно детеныша. Как правило по большей части охотятся именно львицы. Лев помогает завалить крупную добычу и задушить. Так как самцы крупнее и сильнее самок, в основном они первыми принимают пищу, отгоняя всех львиц и молодняк. Чем здесь гиены могут ответить? В плане охоты гиены ничуть не уступают львам, а даже наоборот превосходят их в качестве и количестве более удачных нападений. По статистике, если у львов из 10, а так 5 завершаются успехом, то у гиены этот показатель более 80%. Хотя всегда считалось, что они являются падальщиками, но тем не менее основным рационом является именно добытая пища в ходе охоты. Пятнистые гиены живут в так называемых группах или еще их называют кланы. Количество особей постоянно меняется и может насчитывать от 10 до 70 животных. При охоте может собираться немаленькая стая от 10 до 25 особей, но также гиены часто охотятся по одиночке. За счет своей выносливости гиена загоняет жертву, и в отличие от львов, которые предпочитают сначала убить добычу, гиены сразу же принимаются к поеданию еще живой плоти. В группах гиен существует жесткая иерархия. Самки по положению стоят выше самцов, и доминантная самка с агрессией расправляется с конкурентками за высокий статус в группе, а после ее потомство женского пола занимает следующее положение по лестнице иерархии. Интересный факт, что конфликтов между самками и самцами ученые не наблюдали. Подведем заключительный итог. Львы и гиены обитают в одном ареале, охотятся и питаются примерно одинаковой добычей, и, конечно, являются друг для друга конкурентами в своей нише. По большей степени им удается избежать стычек, но и нередки случаи, когда все же происходят столкновения, и львы вынуждены защищать свою добычу от стаи гиен, как и наоборот, бывает, что львы могут отобрать пойманную гиенами на охоте жертву. Есть разные мнения, что один лев может справиться с не более чем 5-6 гиенами, а одна львица в соотношении к 4 гиенам. А теперь давайте посмотрим и обсудим наиболее острые ситуации таких столкновений. В первом ролике львицы поймали и завалили буйвола. Как только они приступили к приему пищи, вокруг собралась большая стая гиен, думаю, не менее 20 особей. Львицам повезло, что их тоже было несколько, тем самым им удалось немного забить желудки. Как видно далее, крупный самец тоже решил присоединиться к пиру, разогнав всех гиен, а также и львиц, которые добыли пищу. Только после того, как львы вдоволь наелись, остатки достались гиенам. Один из самых известных фильмов BBC о взаимоотношениях львов и гиен, где гиены явно хотели покалечить и убить льва, нападая на него со спины, кусая за лапы и мягкие ткани. Видно, что льву тяжело отражать такие атаки и продолжаться это долго не может. Рано или поздно стая сделала бы то, что задумала. Рано или поздно стая сделала бы то, что льву тяжело отражать. А здесь львицу очень сильно досталось. Группа гиен точно желали крови и жертвы. Довольно-таки душесчипательный ролик, особенно этот голос девушки. Я даже прослезился. Действительно, очень жаль львицу. О, моего да! Нет, нет, нет! О, нет! О, мой коск! О, мой коск! О, мой совк! Да! Субтитры сделал DimaTorzok А мы смотрим следующий ролик Пытаясь в спокойствии насладиться приемом пищи Лев явно не ожидал такой наглости от гиен Которые в итоге добились своего Отогнав кошку от добычи Возможно что лев был не очень голоден И понял что ему не дадут насладиться буйволом И решил оставить все гиенам Вот один из моментов Когда гиена явно попала не в ту компашку За что была жестоко наказана Собравшись группой возле двух львиц Которые обедали Гиены по своей отработанной схеме Пытались отобрать недоеденный обед По количеству их превышает во много раз Но так как видео обрывается Неизвестно что произошло дальше Скорее всего самки набили брюхо И оставили им только обедки А вот такие случаи происходят довольно таки часто Когда гиены ловят, убивают И поедают потерявшихся от матери львят Которые естественно никаким образом Не могут себя защитить После плотного обеда Крупный взрослый лев Разгоняет падальщиков От остатков добычи В виде жирафа И тем самым давая понять Кто здесь хозяин И чья территория Здесь в очередной раз Гиены без особого труда Отгоняют львиц Забирая себе пойманную ими добычу Конечно скорее всего Львицы просто уже наелись И нет никакого смысла Яростно отстаивать То, чего уже почти не осталось И вот она месть этих постоянно Враждующих хищников Две львицы поймали одну из гиен Отбившуюся от группы Дальше думаю видно Как они относятся друг к другу В следующем ролике Видимо гиена Слишком увлеклась ужином Что не заметила Как к ней подкрался лев Который стремительно бросился И поймал ее Пытаясь порвать И нанести ущерб В начале мы говорили о том Что иногда у львов Тоже появляется такая возможность Как отобрать добычу Пойманную именно гиенами И львы не упускают такого шанса Вот один из случаев А мы с вами подходим К последним кадрам И к концу ролика Здесь самое интересное В первом моменте Глубокой ночью Львицы убили одну гиену И вторую чуть не разорвали Вот последствия Это один из очень редких случаев Возможно в силу того Что таких кадров Запечатленных на камеру Очень мало Где стая гиен Все же добивается Своей кровной мести И убивает одну из львиц Дальше комментировать я не буду Вы можете сами все увидеть И оставить свое мнение В комментариях Если вам понравился ролик Оцените его по достоинству Лайком или дизлайком Также подписывайтесь на канал Не забывайте про колокольчик Это поможет не пропускать новые ролики В конце веселая мультяшная нарезка По теме видео А я с вами прощаюсь И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok